Что, дармоеды? Понравилось шоу, да? Эээ, знаю, понравилось, понравилось. Смотришь из-под тяжка. Ну чё, давай поговорим более серьёзно. Хватит уже шуток. Говно затапливает. Затапливает мозги белорусам. Пропаганда просто бьёт ключом. Вот включаю я на днях. БТ. И чё я там вижу? Вот это вот. Декрет номер один вызвал широкий общественный резонанс. Ага. А должен был тихо и молча быть принят. Чтоб никто ничего не видел и не говорил. Вот это было бы ништяк. А тут, блин, обломались. Эксперты и простые граждане сходятся во мнении. Документ выверен и в нём соблюдён главный принцип. Принцип справедливости. Справедливость эмигрировала из этой страны 23 года назад. А, понимаю. Просто ты хочешь, чтобы кто-нибудь из твоих родственников тоже занял хорошее место там, наверху. Ну, так, это тебе надо рот занять чем-нибудь поважнее, чем рассказывание пропаганды. Я считаю, при всём желании человек может в любом случае найти работу. А иногда бывает даже так, что работа находит тебя. У нас, считаю, вакансии есть. Поэтому можно найти, лишь бы желание было человека. Если я плачу налоги, то действительно я имею право пользоваться бесплатным всем. А тот человек, который не платит налоги, почему он должен так же, как и я, бесплатным пользоваться услугой? У тебя что, зарплата слишком большая или как? С таким же успехом тот, кто получает в два раза больше, чем ты, может сказать, а почему я плачу налогов в два раза больше, чем она? Живут дармоедка. Блин, но если тогда продлить логику, так получается вообще, что это Лукашенко всю страну содержит из своего кармана. А я-то, блин, думал наоборот. Вот болваная. Да, я считаю, что этот декрет справедлив. Если человек в случае своей лени не может или не хочет этого делать, то пускай оплачивает на 100%. А если может и хочет, то что, на 200, что ли? Медицина наша оплачивается с бюджета, правильно. Ну, то есть все вот эти лечения. Ну, а бюджет, как деньги попадают? А те, кто работает? Э, молодой человек, а не подскажешь-ка, а что ты делаешь в рабочее время на улице? Или у тебя работа отвечать на вопросы пропагандистов? Мы платим все налоги. А пользуются ими только избранные. Соответственно, мы получаем определенный социальный пакет каких-то возможностей. Это и образование. Да, деду Макару в глухой деревне очень надо образование. И медицина. Ветеринарная. С момента окончания средней школы для меня непонятно мнение людей, которые считают, что работать не так уж важно. А это уже типичная манипуляция. Никто не говорит, что работать не надо. Работа должна быть оплачиваемой. А тут зачастую в регионах вообще нет никаких предложений. А если есть, то копеечные. Вот я бы посмотрел, как бы ты прожила на 200 рублей, когда 100 из них надо еще отдать за квартиру. Что жаба давит. Но если занимала, то, наверное, кому-то и должна. А в демократическом государстве, представь себе, никто никому не должен. Надо больше Конституцию читать, а не Советскую Белоруссию. А я вот считаю, что справедливо было бы тебе еще лет на 10 пенсионный возраст поднять. Вот бы наработалась, ух. Вот такая она на ощупь, белорусская пропаганда. Как определенная субстанция. Но главное, что все говорят именно то, что надо. Опрошенные, имею в виду. Все равны, как на подбор. Усатый дядька Черномор постарался в этот раз. Как всегда, не подкачал. Короче, ладно. Подписываемся на канал. Распространяем видео среди друзей и знакомых. И да, обязательно не пропусти следующую часть. Потому что это будет эксклюзив. Не такая привычная студийная часть, как все три предыдущих. Там пойдет речь о кое-чем интересном, что тебе точно понравится. О чем, узнаешь, когда посмотришь. Скажу только в трех словах. Темной-темной ночью, в темном-притемном лесу. Назарбаев, Путин и Лукашенко собрались для того, чтобы призвать дух Сталина. И спросить у него совета, как сохранить власть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok